МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 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 МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ ОДНОКЛАССНИКОВ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ СПИИ мы на данный момент запустили в навигации одноклассников в специальной витрине. Помимо соцсетей, за рекламные бюджеты паблишеров борются и мобильные сети. Мобильная сеть CPI-R, преимущество которой в оплате за установки, предлагает вебмастерам, которые зарабатывают на контекстной рекламе, SEO-ссылках, баннерах и партнерках, освоить новые, актуальные сейчас источники получения дохода. Мы говорим, товарищ, загляни к себе в счетчик, посмотри, у тебя сейчас уже 30% мобильного трафика. Уже, сейчас, на твоем маленьком сайте. Поставь, пожалуйста, наш код, и мы твой доход, вот эти 10 тысяч рублей мы увеличим как минимум на 50%. Ты будешь 15 тысяч зарабатывать. И тоже самый подход к приложениям, там, конечно, культура монетизации чуть пониже, чем в вебе, потому что, собственно, самой индустрии гораздо меньше лет. Но тоже мы приходим к приложению и говорим, ты знаешь, вот есть рекламная модель, ставь, опять же, наш SDK, откручивай баннер и зарабатывай, мы тебе поможем зарабатывать на этом деньги. Вот в чем прелесть, собственно, CPIR. Что эффективнее, биржи мобильного трафика или соцсети? Вопрос преждевременный. Рынок мобильного маркетинга молод, он еще моложе, чем даже рынок мобильной разработки. И места на нем хватает всем. У мобильных рекламных сетей не такой большой объем трафика. Но при этом достаточно низкая его стоимость. У социальных сетей объемы трафика на текущий момент очень большие. Это Facebook, это Mail.ru, если мы говорим про Россию. У них достаточно прилично отличается конверсия. То есть нельзя выбрать в пользу чего-то. Надо использовать все и использовать однозначно комплекс в продвижении. Поэтому выбор это в любом случае не стоит. В тот момент, пока на рынке дефицит не будет снижен, хоть на сколько-то, говорить о выборе не приходится. На бурно растущем рынке появился принципиально новый инструмент App in Top. Автоматизированная система продвижения мобильных приложений в App Store и Google Play. На текущий момент времени спрос на мобильный трафик, на мобильный инсталл, на CPA, он в десятки раз превышает предложения. Таким образом, есть огромный недорасход рекламных бюджетов, по сути, у всех паблишеров, которых мы можем наблюдать на рынке, с которыми уже успели поработать. Соответственно, мы, по сути, открываем новую возможность и новый инструмент, который позволит эффективно расходовать денежные средства рекламного бюджета. App in Top в настоящее время не имеет ни аналогов, ни конкурентов. Создатели постарались в одном интерфейсе сагрегировать весь трафик, который существует в природе, от социальных сетей до партнерок. По замыслу создателей, пользователю App in Top больше не придется изучать 20-30 интерфейсов, тратя на это практически весь рабочий день. Человек нажимает одну кнопку, ему, соответственно, мы показываем некий рекомендатор, аналитику, который показывает, сколько установок нужно для попадания в ту или иную категорию, сколько зарабатывают конкуренты, какая у них выручка, сколько у них установок и так далее, и так далее, детально. Человек говорит, ага, хочу то же самое, выставляет бюджет, мы ему автоматически, полностью автоматом генерируем баннеры креатив, он нажимает кнопочку запустить, у него пошла рекламная кампания. И далее, значит, в чем основное преимущество? То, что делают внутри мобильных агентств специально обученные люди с зарплатой безумной часто, мы постарались положить в алгоритм робота. То есть, что мы делаем? Мы оптимизируемся не просто по цене, там, клика, по сети ААРу, еще почему-то, по цене установки, а начинаем замерять качество этого трафика вплоть до детально по каждой площадке. То есть, что имеется в виду? Пригнал я трафик, допустим, из Фейсбука, как люди играют в мою игру, сколько народу удаляет приложение, сколько возвращаются, какая длина сессии, сколько денег заносят. Это все делает автомат. Далее автомат, что он еще может? Он может бороться с выжиганием аудитории. То есть, когда нужно раз в трое суток 80 вот этих баннеров заменить, потому что они приелись просто в том же Фейсбуке. Представьте, что вы будете делать это ручно, это просто безумный труд, нереально. Заказать на фрилансе, залить по новой, просто тяжело. И за это мы берем небольшую комиссию 10%. Мы считаем, что это достаточно такие разумные цифры. Еще одним потенциальным инструментом продвижения и монетизации мобильных приложений может стать развитие, независимо от глобальных сторов, магазина приложений. Тема, которая оживленно обсуждалась на прошлогоднем Apps for All. Магазин развивается для того, чтобы... Здесь есть некая проблема курицы и яйца. Для того, чтобы у меня появились приложения в магазине, мне нужны разработчики. Для того, чтобы у меня появились разработчики, мне нужна аудитория. Деловая программа конференции Apps for All включила в себя секция не только по монетизации и продвижению приложений, но также по удержанию пользователей, аналитики рынка и мобильной рекламе. Принявшие участие в форме компании Google, Huawei, Intel, Unity, RedMed Robot, Galsoft, ZeptoLapt, Aviasales, TNS, VideoInternational, ArticleMedia, AdCamp, AdInch и другие представили аудитории свои новые продукты и успешные кейсы. В дискуссионных панелях участники конференции совместно с экспертами обсуждали требования к процессу и результатам сдачи проектов, стандарты индустрии, мобильный контент, а также технологии будущего и рынок венчурных инвестиций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова